10 лет назад, празднуя мое день рождения в кругу друзей и коллег, мы поднимали тост за SEO. На тот момент это было новое направление развития нашей компании. Но не все приглашенные гости были коллегами, поэтому, соответственно, они задали вопрос, что такое SEO. Сегодня кого-то сложно удивить этим понятием, потому что практически каждый знает, что такое SEO, но при этом мало кто понимает, как это работает. Первичным давайте разберем, для чего необходимо делать SEO. 75% людей пользуются интернетом, 96% из них при этом используют поисковые системы для поиска необходимой информации. Есть много скептиков, которые говорят, зачем мне SEO, лучше я настрою контекстную рекламу, там сразу будут капать лиды, продажи, причем это происходит все очень быстро. Ну, давайте посмотрим цифры. 70% трафика с поисковика это органический трафик, то есть бесплатный трафик. Лишь 30% это платная реклама, в том числе там карты, расширенные сниппеты и множество другой информации, которые не относятся к органическому трафику. 75% трафика идет с топ-10, то есть пользователи, которые открывают вторую, третью и там другую страницу сайта, это всего лишь 25%. Поэтому SEO это действительно сегодня важный аргумент для получения трафика и продаж для вашего сайта. Вам, наверное, интересно, почему я произношу SEO, а не SEO, потому что в русскоязычном сегменте более применимое выражение SEO. На самом-то деле это англоязычная аббревиатура и она правильно произносится SEO. И если вы будете разговаривать с каким-нибудь native speaker, иностранцами, будете использовать слово SEO, вас не поймут, потому что в англоязычном сегменте все аббревиатуры произносятся по буквам. И буква S, она как раз произносится S, она не начинается с. Поэтому правильное произношение этой аббревиатуры это SEO. Как сегодня работает SEO, практически никто не знает. Если ваш SEO-шник утверждает, что он знает досконально, как это работает, я вам скажу, он ошибается, потому что даже представители Google сообщают, что они не понимают, как искусственный интеллект RankBrain распределяет сайты выдачи. Там действительно огромное количество алгоритмов и теория о том, что в Google 200 алгоритмов, она неверная. Этот же вопрос в свое время задали Мэтта Катсу, бывшему специалисту и представителю Google. Он сообщил, да, возможно их 200 алгоритмов, но если разделить еще каждый алгоритм на 50 под алгоритмов, мы получим где-то примерную цифру, сколько на самом-то деле алгоритмов ранжирования. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Поэтому разобраться в этой каше практически невозможно. И стоит ли это делать, я вам расскажу в этом видео, как действительно разобраться, как правильно продвигать сайты. В том числе я вам покажу, как мы продвинули за один месяц высокочастотный запрос и высококонкурентный в Google, буквально за один месяц. И получили топ-10, это запрос SEO и продвижение сайта. Любой SEO-шник вам скажет, что для продвижения таких запросов необходимо много времени, полгода, некоторые скажут даже больше, там несколько лет. Но мы достигли этого результата всего лишь за один месяц. И в данном видео я вам подробно расскажу, как это было сделано, получив эти результаты, потому что конкуренция здесь нереальна, так как мы конкурируем с интернет-маркетологами. Это такими же компаниями, как и мы, а многие из них это огромные корпорации, в которых там больше 100 и до 1000 сотрудников. Но мы при этом смогли попасть в топ-10 и получать результаты, продажи. И в данном видео я поделюсь с вами, как сегодня действительно необходимо держать руку на пульсе, чтобы получать высокие результаты и продажи, как получать действительно большой органический трафик, как необходимо быстро продвигать сайты для получения высоких результатов. И особенно хочу поделиться с вами одной очень классной дискуссией четырех супер SEO-специалистов англоязычного сегмента, который обсуждает современные методы продвижения сайтов, которые действительно дают классные результаты. Я не мог не поделиться этой информацией, поэтому в этом видео вы это увидите. Я буду ждать. Меня зовут Улитовский Анатолий, я директор и создатель компании SEO-Quick. Прежде чем перейти к основному вопросу, у меня вопрос к тебе. Что ты считаешь сегодня самым важным в продвижении сайтов? Это создание внешних ссылок, создание классного контента или какой-нибудь другой вариант? Напиши свой ответ в комментариях. Я думаю, зрителям нашего канала будет интересно другое мнение. Также я постоянно читаю комментарии, которые оставляют под нашими видео и формулирую какое-то свое мнение. А мы переходим к основному вопросу. Первым вопросом, который мы сегодня обсудим, почему SEO не работает, как расписано в стандартных методах по продвижению сайтов? Посмотрите, когда они были расписаны. Там год назад, два, три, четыре, некоторые вообще там 10 лет назад. То есть множество написанной информации, она возможно не актуальна сегодня. Почему не актуальна? Потому что поисковик постоянно выкатывает новые алгоритмы ранжирования. К примеру, по анализу компании МОЗ, где-то выкатывается в год 500-600 новых алгоритмов ранжирования. Google вообще говорит про какие-то огромные цифры. Там больше 2000 алгоритмов ранжирования ежегодно выкатываются, потому что МОЗ не может измерить все эти алгоритмы. При этом не все алгоритмы ранжирования становятся действительно основным алгоритмом. Какие-то не срабатывают, те, которые ухудшают качество выдачи, это идет тест. Те же, которые срабатывают, действительно показывают улучшение результатов, они становятся основным алгоритмом ранжирования. Поэтому то, что было написано когда-то, сегодня возможно и не работает. Необходимо браться за основу, то, что действительно дает результаты. Где увидеть эту основу? У вас есть конкуренты, это успешные сайты в топ-10. Они, как правило, уже дали правильный ответ и они ранжируются сегодня. Значит, их алгоритмы сработали лучше всего. Изучите их контент, изучите внешние ссылки, изучите внутреннюю оптимизацию. Большая ошибка тех, которые обращают огромное внимание на техническую составляющую сайта. Закидывают свой сайт в самый популярный бесплатный инструмент от Google, Lighthouse, и смотрят непосредственно, какой процент оптимизации сайта. И когда они видят, что там показатели низкие, там в красной зоне, они начинают паниковать, говорят программистам исправлять, останавливают продвижение. И при этом исправление идет там полгода, иногда год. И возможно вообще не находятся программисты, которые могут это исправить. При этом тормозится все остальное продвижение. Но вы посмотрите на успешных сайтов топ-10. Введите основной ваш запрос. У них те же ошибки, у них огромное количество ошибок. К примеру, наш запрос продвижения сайта или ICO. Если посмотреть, оптимизация страниц находится в красной зоне. Показатель около 30, бывает даже падает меньше. И при этом, я вам скажу, мы находимся в топ-10. Возьмите какой-то другой запрос. К примеру, Netpeak. Они по странице продвижения сайта, 11 методов продвижения сайта, находятся постоянно где-то в топ-3. У них оптимизация 15%. Каким образом они оказались на этой позиции с оптимизацией 15%? Да все очень просто, потому что это не самое важное сегодня поисковику. Посмотрите на ваших конкурентов топ-10. У всех есть эти ошибки. Не сходите с ума, не обращайте внимания. Это не самое важное. Самое важное для поисковика как раз именно контент, внешние ссылки. То есть, это другие алгоритмы. Если вы создаете классный контент, на что бы я первично обращал внимание, то есть, создание действительно стоящего контента, который помогает вашим покупателям, читателям вашего сайта. Это более важно. Потом уже думайте, как исправить эти технические ошибки. То есть, оставьте это на вторую сторону. Исправьте по максимальному. Сможете исправить? Исправьте. Не сможете исправить? Ну, оставьте так, как есть. Потому что контент это более важно. То есть, думайте про покупателя. Покупатель не заходит на ваш сайт и не проверяет технические ошибки. Он даже не видит. Он даже не знает, что они существуют. Он видит визуальную часть. И поисковик всегда рекомендует создавать непосредственно контент именно для вашего покупателя. Поэтому SEO сегодня немного другое. То есть, то, что рекомендуется в стандартных методах продвижения, лучше изучайте успешных конкурентов. Да, они за счет контента, или это внешние ссылки, или какие-то другие параметры. Возможно, даже социальный фактор их помог продвинуть. Или известность его бренда. То есть, нет одного алгоритма ранжирования, который работает практически для каждой тематики. Везде есть какие-то свои определенные элементы, которые дают основной толчок для продвижения сайта. Поэтому моя рекомендация вам, изучайте конкурентов. Смотрите их успешный контент, смотрите их успешные методы. И после этого принимайте решение, как вы будете продвигать ваш сайт. Вторым вопросом я хотел бы с вами обсудить, как сегодня необходимо учить SEO. То есть, каким образом правильно его изучать. Если множество неактуальной информации, какой-то неполезной информации, которая морально устарела. И не соответствует алгоритмам ранжирования, соответственно, мы не понимаем, что же делать нам. Как правильно продвигать сайты. Как же так вышло-то? Я вам скажу, для этого необходимо изучать SEO. Даже просто изучить вашего конкурента. Понять, каким образом он оказался в топ-10. Или занял даже более высокие позиции в топ-3. Необходимо понимать SEO. Для этого лучше всего читать и держать руку на пульсе. То есть, читайте множество блогов. Выберите самые популярные, интересные блоги, которые вам интересно читать. И проверяйте их ежедневно. К примеру, у меня список около 20 блогов, которые я могу проверять постоянно. Читать какой-то у них полезный, интересный контент. Блогов на самом-то деле очень много. Если взять статистику, их около 1 миллиарда. То есть, информации просто немерено много. Прочитать все нереально. Хватить тоже невозможно. Поэтому я нахожу любимых авторов, какие-нибудь интересные информации. И даже вот с этих 20 блогов я не читаю все. Я выбираю приоритеты. То, что интересно мне. То есть, непосредственно больше акцентирую внимание на англоязычное продвижение сайта. На линкбилдинг. На создание классного контента. К примеру, Николай в нашей компании. Он больше смотрит на контекстную рекламу. На русскоязычное продвижение сайта. Другие специалисты компании. Они имеют какие-нибудь свои направления. То есть, мы создали разделение труда. При этом, я бы вам сказал, не стоит акцентировать внимание только на блоге. То есть, множество другого контента, который действительно полезный. Это видеоконтент, какие-нибудь интересные ютуб-каналы. Найдите ютуб-каналы, которые вам интересны. Смотрите интересных авторов. К примеру, вот мы снимаем видео. Это полезные, интересные видео. Мы не копируем никого другого. Это наш опыт. Это набранная нами теория. То есть, мы комбинируем все это и создаем для вас какие-нибудь интересные и полезные видео. Третий вид контента, который я бы изучал, это аудиоподкасты. Постоянно где-то, к примеру, если я перемещаюсь, еду в машине или еду с пункта А в пункт П, включая аудиоподкасты и слушаю. Сейчас очень много аудиоподкастов. Я использую Apple iPhone. Там есть бесплатное приложение, которое уже вшито в iPhone. Там непосредственно можно найти какие-нибудь интересные аудиоподкасты и слушать ежедневно. Я слушаю множество сторителлинг. Это только английский язык. Русскоязычные мне не интересны сегодня. Мне не интересны. Оно, во-первых, помогает еще подтянуть знание английского языка. И при этом дает множество другой полезной информации. И четвертый источник трафика, который многие игнорируют, я бы не игнорировал, это книги. Книги, они не расскажут вам, как необходимо продвигать сайт. Возможно, какие-нибудь расскажут. Но множество классных книг. Это маркетологов, бизнесменов, которые написали действительно полезный материал. Это основа, это фундамент. Не зная этого фундамента, вам сложно будет разобраться. Потому что блоги не дадут полноценную информацию. К примеру, ежедневно в день я трачу 2-3 часа времени чтения блогов. Час-полтора смотрю какие-нибудь интересные видео. Слушаю аудиоподкасты. Это тоже где-то час-два в день. Когда езжу за рулем, перемещаюсь куда-то. Или просто устал, глаза уже болят. Читайте, включая аудиоподкасты, слушаю какую-нибудь полезную информацию. И где-то час-полтора в день можно читать какую-нибудь интересную книгу. Да, действительно, это много, если так брать для стандартного дня. Ну, это уже образ жизни, который помогает действительно держать руку на пульсе. Понимать, что такое SEO, как оно работает. И создавать какие-нибудь свои методы, которые помогают мне в продвижении сайтов. Следующим вопросом мы обсудим алгоритм ранжирования, без которого сегодня сложно получить результаты. В марте 2016 года Андрей Липоцев на онлайн-трансляции с множеством успешными известными SEO-специалистами сообщил, что самый важный алгоритм ранжирования – это контент и внешние ссылки. При этом Search Engine Land выделил третьим алгоритмом ранжирования – это искусственный интеллект RankBrain. Сегодня действительно эти алгоритмы ранжирования важны. Я бы не вычеркивал их и не менял бы приоритеты. Но есть один алгоритм ранжирования, без которого сегодня сложно получить какие-либо результаты. И это алгоритм – ваш бренд. Множество сайтов сегодня в топе, благодаря своему бренду, своему имени. Я думаю, вам, наверное, знакомая ситуация, когда вы проверяли выдачу топ-10 и смотрели, не могли понять, как этот сайт занял эту позицию. Каким образом? У него нет контента, нет внешних ссылок. Вообще непонятно, за счет чего поисковик выбрал его и дал ему эту позицию. Частая ошибка множества новых компаний, которые хотят именно продвигаться по ICO. Они не хотят создавать контент, потому что в топе множество сайтов с слабым контентом. Они говорят, зачем мне создавать что-то лучше, зачем мне создавать классный контент, вы посмотрите моих конкурентов. Контента просто нет, это вот какой-то слабый, тонкий контент, который не дает полезную информацию, при этом они в топе, они получают трафик, продажи, зачем мне это делать? Ну, на самом-то деле, давайте посмотрим правде в глаза. Они в топе, а вы туда планируете попасть. То есть, соответственно, вам необходимо создать что-то лучшее, чем есть у них. Второе, множество параметров, такие как бренд, помогают занять позицию в топе. Сайты, которые создавали бренд, имя, которые ищут в интернете, они часто занимают позицию благодаря своему имени. Почему так происходит? Возьмите Google. Google показывает сайты не те, которые имеют лучший контент и лучшие внешние ссылки. Они показывают те сайты, которые людям нравятся, которым они доверяют. То есть, это непосредственно сайты, которые имеют свое имя, какой-то свой бренд. Компании тратят множество времени на создание своего бренда. То есть, это происходит годами. И сегодня, если у вас нет бренда, но есть при этом контент, классные внешние ссылки, и вы не можете попасть в топ, задумайтесь о именно продвижении вашего бренда. Потому что при продвижении бренда не стоит ограничиться исключительно ICO. Можно использовать, допустим, социальный фактор, какой-то оффлайн рекламу, множество других методов. Каким образом поисковик изучает популярность вашего бренда? То есть, когда вас в поисковике непосредственно ищут название вашей компании. То есть, это брендовые запросы. Чем выше у вас трафик, тем больше распознание вашего бренда. Если ты откроешь Google Тренды и напечатаешь Nail Patel, и выберешь предприниматель, потому что много других Nail Patel, ты увидишь много резких колебаний в моем графике. Что это за колебания? Эти колебания показывают, как часто люди вводят мое имя в поисках моего сайта, nailpatel.com. Чем больше людей ищут мой бренд, тем больше Google понимает, что мой бренд популярный. Если бренд популярный, что тогда? Они начинают улучшать позиции моего сайта. К примеру, я ранжировался на второй странице Google по запросу онлайн-маркетинг. Сейчас я на первой странице. Есть одно ключевое различие. Мой контент не поменялся. Я не сгенерировал больше внешних ссылок. Все, что случилось, это больше брендовых сигналов. Чем больше людей ищут Nail Patel, тем выше мои позиции. Откуда я это знаю? Я искусственно раздул мои брендовые сигналы. У меня много друзей в Instagram и Facebook, которые использовали вопросы, кто такой Nail Patel. Когда люди тысячами начали искать в течение часа мое имя, это показало больше брендовых запросов. Google увидел, что мой бренд популярный. Раз он популярный, значит, надо сайт ранжировать выше. Если вы создаете классный контент, видео, ауди или что-либо другое, предлагая удивительный продукт или сервис, люди будут больше искать ваш сайт по брендовым запросам. Это ключ к долголетию. К примеру, рассмотрим крупные компании BMW и General Motors. Обе компании производят машины. Откуда Google узнать, кого ранжировать выше? Думаете, внутренние SEO или внешние ссылки? У них миллионы внешних ссылок. Для них они уже не играют роли. Если люди в три раза чаще вводят названия моделей автомобилей одного бренда, это показывает Google, что люди предпочитают эти машины. К примеру, какой самый известный бренд, который сегодня забирает основной трафик в интернете? У него самый высокий поисковый трафик. То есть, около 60% поискового трафика этого сайта. Сайта, причем самый высокий поисковый трафик в мире. Это Википедия. Она обгоняет другие огромные бренды, такие как Пинтерест, Амазон, Ютуб, Фейсбук. Почему? Потому что это бренд, люди, он нравится, он интересный. Люди хотят его видеть. То есть, множество других сайтов, они попадают в топ благодаря своему имени. К примеру, вот почему мы создаем SEO-тулы, почему мы пишем статьи в блог. Все очень просто, мы создаем свой бренд. Я вам скажу, что есть 5 воронок продаж, я думаю, вы о них знаете. То есть, если вы будете сосредотачиваться только на последнем воронке продаж, это непосредственно продажа и лояльность, то есть, сделать покупателя постоянным вашим клиентом. Есть и другие. То есть, это непосредственно информирование, это сообщение какой-то полезной информации, это сравнение вашего товара с другими товарами. Не зацикливайтесь только на продажах. Сделайте какой-то дополнительный трафик. Многие компании, к примеру, такие как Фейсбук, да, вот когда они могли уже зарабатывать миллионы долларов на рекламе, они этого не делали. Они подождали, когда начали зарабатывать миллиарды. Добрый вечер, я мистер Крабс. Я люблю деньги. Почему это было сделано? Потому что они продвигали свой бренд. Если у вас нет бренда, забудьте на какое-то времени о продаже. Не сосредотачивайтесь только здесь. Множество рекомендаций где-то составляет в течение года. То есть, в течение года не пытаться монетизировать свой сайт. То есть, предложите какой-то бесплатный полезный контент. К примеру, мы предлагаем SEO-тул. Они полезные, люди заходят, ими пользуются. У нас уже 9 SEO-тулов, которые мы создали непосредственно для нашего сайта. Причем, мы сами ими пользуемся, потому что они полезные для нас. Также они полезные для наших читателей и других посетителей нашего сайта. Мы пишем блог, то есть, мы создаем множество полезных статей. Для чего мы это делаем? Потому что мы продвигаем свой бренд. И дополнительно мы получаем какой-нибудь информационный трафик, который частично монетизируется. К примеру, когда был создан Google, на тот момент долго не понимали, как можно это монетизировать, каким образом можно зарабатывать. Компания становилась популярной, ей пользовались. Но доход не был соответствовал, скажем, тому трафику, который на тот момент имел поисковик. Потому что поисковая система изначально была создана для того, чтобы сделать популярной, стать известной. После того, как они стали известны, они придумали уже платную рекламу, они придумали другие методы монетизации, которые сегодня успешно работают. То же самое Facebook. Сегодня эта компания зарабатывает 50 миллиардов долларов в год. Почему? Потому что они объединили. То есть, нет такого, что вы только зарабатываете. То есть, тот же Facebook и Google, они предлагают множество информации бесплатно, но при этом они монетизируют рекламу. Самое главное сегодня в ICO, это непосредственно вы должны думать не только о том, как заработать, а как помочь другим людям. Люди это ценят, им это нравится. И какая-то часть из них станет вашими клиентами. Джо Шугарман в своей книге «30 триггеров продаж» подробно об этом рассказал, что есть такое чувство, как вина. Вот если человек зашел, почитал вашу статью, или посмотрел какое-то ваше видео, какую-то другую информацию, и получил эту информацию бесплатно, полезная действительно информация, не покупал никакие курсы, книги, все это получил от вас, у него есть чувство вины, он что-то вам должен. То есть, он может вас порекомендовать, или заказать ваш товар, так как увидит вашу экспертность, ваши знания. Это все работает. Это здорово! К примеру, мы для создания бренда ведем свой YouTube канал. То есть, мы взяли это направление, мы постоянно наращиваем количество подписчиков, снимаем какие-то новые интересные видео, ведем свой блог. То есть, мы пишем множество классных статей, гайдов, полезной информации. Мы перестали писать количество, мы пишем только качество, действительно полезный материал. Мы создаем SEO-тулы, которые множество выкладываем бесплатно. То есть, заходите, пользуйтесь, они упрощают, сокращают количество затраченного времени. То есть, это то, что сегодня работает. Если вы будете думать только про SEO, про то, как получить продажи, создали какой-то лендинг, который должен необходимо монетизировать ваши товары, поверьте, без классного блога, без какого-нибудь другого вида контента, в том числе аудиоконтент, да, множество сейчас создают классных аудиоподкастов. Если говорить про западный сегмент, то там больше 30 миллионов людей слушают подкасты ежедневно. Представляете, какая огромная цифра. Это полезно. Сегодня думать, что только внешние ссылки и непосредственно классный контент выведет ваш сайт, это не работает. То есть, смотрите более широко, берите больше направлений. Не пытайтесь продвинуть только коммерческие страницы, а дайте что-то бесплатное. Подумайте, как вы можете помочь вашей аудитории, то есть, какой-нибудь околорелевантной аудитории, какой материал вы можете для них создать. И непосредственно вот это уже помогает продвигать коммерческие страницы сайта, которые дают вам результаты. Четвертый вопрос. Мы обсудим контент, который считается самым важным алгоритмом ранжирования. В свое время Билл Гейтс сказал, контент это король. И это было в 96-м году. Уже прошло много лет и действительно контент остается королем. Без высококачественного контента вы не сможете продвигать ваш сайт. Как мы уже много раз говорили в этом видео про контент, что его необходимо создавать классным, я бы хотел его немного разделить. К примеру, первый контент, который необходим, это коммерческие страницы вашего сайта, в том числе главная страница, где вы, возможно, продаете ваш товар, услуги. В данной ситуации не пытайтесь нагрузить эти страницы множеством информации. Сделайте просто, сделайте удобно. Маркетологи, они любят действительно усложнять сайты, создать множество элементов, пытаться продать все в одном месте, но люди это не любят. Покупатели ваши это не оценят. Если они зайдут на ваш сайт и увидят, что им толкает все и сразу, и причем с одной страницы, они, скорее всего, покинут ваш сайт и не будут возвращаться сюда. Все, я ухожу, спасибо. Поэтому создавайте максимально простой, удобный контент, понятный. Каким образом можно протестировать? То есть вы создали какую-то страницу сайта, я вам скажу, без A-B тестинга практически ничего не работает. Покажите этот дизайн вашим друзьям, коллегам, возможно, людям, которые не связаны с вашей профессией. Я вам скажу, крупные компании, они даже показывают какие-нибудь текста 10-летним детям, дают им прочитать и спрашивают их мнение. То, что они не понимают, они переписывают, потому что люди разные. Не все профессора наук, чтобы понимать какую-то сложную терминологию и прочее. Создайте максимально простой, удобный контент. Это коммерческие страницы сайта. Какие у нас могут быть? Это каталог, товары, какие-нибудь вспомогательные страницы сайта, контакты, страницы о нас, ваша политика. То есть это важные страницы. К тому же апдейт, который был 1 августа, то есть многие называют его медицинский апдейт, Google его называют по-другому. То есть апдейт, который поменял очень сильно выдачу. Из-за чего? Из-за того, что контент множества сайтов, он не вызывал доверия. Каким образом вызвать доверие? Во-первых, необходимо создать классную страницу о нас. То есть если нет информации о вас, каким образом пользователи должны вам верить? То есть многие заходят, читают о компании. Напишите какой-то объемный текст туда, множество информации. Каким образом была создана ваша компания? Какие ваши цели? Каким образом вы хотите помогать людям? Каким образом вы зарабатываете? Дайте полную информацию. Вторая страница важная, это контакты. То есть вы не где-то с интернета, вы действительно существующая компания, у вас есть офис, магазин, какие-нибудь другие физические точки. Людям это важно, чтобы они знали, что вы существуете. Потому что сегодня многие оплаты, много другой информации необходимо делать, если они не знают, что вы реально существуете. Потому что много обмана в интернете. Из-за этого Google постоянно обновляет алгоритмы, наказывая сайты, которые предлагают фейковые новости и множество другой информации. То есть необходимо, в том числе и Facebook с этим борется довольно-таки активно, и множество других крупных компаний. Почему? Потому что вы должны вызвать доверие. И люди не доверяют, когда они не видят вот эту вспомогательную информацию. Действительно. К примеру, если вы пишете статьи в блог, у вас должен быть автор, тот, кто написал эти статьи. Если автора нет, ну кто же это написал? То есть вы видели какую-то известную книгу, в которой не было автора. То есть каждая книга имеет своего автора. Это уже исторически сложено. Возьмите какие-то популярные блогеры. Везде есть автор. Возьмите новостные сайты. Они везде пишут автор, кто написал эту статью. Почему? Потому что это важно. Это важно показать доверие, что вы существуете. По поводу коммерческих страниц. К примеру, когда я общался с Джоном Мюллером, он сказал, что страницы и каталогов, они плохо ранжируются, потому что практически не предлагают множество полезной информации. Не пытайтесь под каталогом написать какой-то огромный текст для высокого ранжирования. Почему? Потому что это сегодня уже не работает. Когда создают какой-то контент и потом непосредственно дают копирайтеру задание написать текст внизу страницы. Это не работает, потому что текст необходимо интегрировать в страницу сайта. К примеру, я предпочитаю написать сначала текст, потом передать этот текст дизайнеру, чтобы он нарисовал какой-то классный формат, а уже потом передать верстальщику, который все это выложит на странице вашего сайта. То есть, таким образом эта система работает. Когда непосредственно создается дизайн, а потом добавляется в нее текст, это выглядит неуклюже, некрасиво, это не ранжируется и не дает каких-либо результатов. Поэтому я бы на вашем месте думал непосредственно про покупателя. То есть, какой контент ему необходим, почему такой контент необходимо сюда залить, чтобы он был простой. Не усложняйте никакие элементы. Это сегодня архиважно для получения результатов. Если мы говорим про карточку товара, сделайте тоже максимально удобно, просто. Для вызывания доверия добавьте какие-то отзывы, ревью, какую-нибудь дополнительную информацию, возможно, какое-то описание, какие-то характеристики, видную кнопку купить. То есть, сделайте просто. Не пытайтесь нагрузить все и везде. То есть, сделать какой-то сложный сайт, на который даже вам сложно разобраться, где что найти. Поэтому любой созданный контент необходимо спрашивать у ваших друзей. мнение, что не скажет. Возможно, этот текст написан слабым копирайтером. Лучше поручить написание текста какому-то копирайтеру, который знает вашу тематику, который умеет красиво писать. Потому что, если копирайтер не знает, не умеет, у него нет опыта, он просто создает какой-то банальный рерайт, который хоронит сегодня сайты. Рерайт действительно вообще не работает. Потому что рерайт – это ту информацию, которую уже где-то видели, про нее знают. Как правило, сайты, которые стремятся в топ-10, они копируют информацию. Не копируют, а просто перефразируют. Получают 100% уникальности и хотят получить эти результаты. Но это сегодня не работает. Все пропало. Потому что поисковики изучают поведенческий фактор. То есть, если поведенческий фактор плохой, то есть, отрицательный на вашем сайте, соответственно, поисковик не будет ранжировать ваш сайт. Если вы стремитесь в топ-10, как правило, пользователи в интернете, они читали эту полезную информацию уже в топ-10. То есть, вам необходимо предложить что-то новое. То, чего нет. Таким образом и мы продвигаем сайты. То есть, мы уже перестали делать рерайт. Мы смотрим вопросы пользователей, мы собираем семантическое ядро, смотрим, какие действительно интересные информации необходимы, какие ответы необходимы на ключи, заданные в поисковых ключах. И непосредственно после этого мы начинаем создавать контент. Причем контент создает только специалист, который действительно понимает тематику, который умеет красиво писать. Потом мы это все интегрируем с красивым дизайнером. То есть, на второй стадии это дизайнер. И третья стадия непосредственно верстальщик, который это все заливает на сайт. И, возможно, программист, который делает работоспособность. Моя рекомендация к вам. Создавайте высококачественный контент. Не думайте о том, что у ваших конкурентов он слабый, зачем мне это делать. Создайте вы классный. Вам необходимо их оттуда подвинуть. Вы только хотите зайти в топ. То есть, вам действительно необходимо создать что-то лучше, чем то, что уже есть сегодня в выдаче. И думайте больше про копирайт. Создавайте что-то новое, что-то интересное. То, чего сегодня еще нет. Создание высококачественного контента, которым будут делиться в социалках, иногда кажется невыполнимым заданием. Но этот вызов добавляет чувство ценности полученному результату. Эти усилия при создании контента помогают продвигать твой бизнес. Я дам тебе пять важных советов, как создать контент, который приведет к успеху в контент-маркетинге. Совет номер один. Самое важное. Контент должен соответствовать твоим целям. Потенциальный покупатель должен легко находить твой контент. Если поисковая система его показывает, это привлекает внимание к осуществлению твоих целей. Важно, чтобы тайтл соответствовал контенту и предоставлял релевантную информацию. Фокусируйся на заглавии, но не используй здесь лишние элементы. Важно показать четкий и понятный тайтл. После этого переходи к созданию контента. Делай параграфы максимально короткими, потому что люди часто сканируют контент, и он должен быть понятным. Помни, к примеру, видеоигры. Цель – скорее закончить игру и победить. Читая параграф за параграфом, читатель подсознательно получает ощущение, что направляется к победе, к финишу. Забудь то, что ты учил в школе, но что грамматических правил не так важны. Гораздо важнее правильное общение с твоим покупателем, который поймет язык своего жаргона или натуральный язык общения. Разговорный метод привлекает внимание. Только так клиенты поймут твой контент. Совет номер два. Пиши изначально черновик, большой статьи в 2000 слов, а потом проверяй его самостоятельно. Даже Хемингое никогда не нравились его первые варианты текстов, и он всегда их редактировал. Прочитай повторно свой текст, убери ненужные части и добавь больше фактов и статистики. Найди места, которые вызывают вопросы, и отредактируй их. Если есть вода, просто удали ее. Прочитай громко, вслух, написанный текст. Если найдешь тяжело читаемую информацию, тогда поменяй ее. Оставляй исключительно важную информацию. Много писателей читают вслух свои тексты. Это дает другое восприятие. И в конце проверь грамматику. Откорректируй ошибки, а также то, что ты, возможно, пропустил при написании. Твоя статья должна быть логично построена и правильно составлена. Используй удобные для тебя методы написания. К примеру, я использую старую школу. Пишу ручкой на бумаге, потому что ручная писанина медленнее печатания. Это заставляет твой мозг правильно раскладывать мысли в тексте, соответственно, получать лучшее качество. Это может быть ключом к получению качественного материала. Совет номер три. Успешный контент соответствует тому, что твои покупатели реально хотят знать. Контент действия дает твоей аудитории понимание, которое они могут немедленно использовать. Множество важной информации будет удерживать аудиторию. Еще один хороший метод – это составлять списки и подчеркивать ключевые задания, которые помогают читателям определить, что нужно сделать. Это также дает повод вернуться к твоей статье, когда возникает похожий вопрос позже. Еще это один из самых простых способов получить больше подписчиков – к email-рассылке или продаж информационных продуктов. Это строит доверие, потому что ты даешь людям то, что они могут использовать немедленно для получения результатов. Совет номер четыре. Сильный эффект дают картинки в твоем посте. Они делают его классным и положительно сказываются на продажах. Нужно создавать контент, которым захотят делиться с другими. Ты можешь использовать стоковые фото. Главная цель – разбить сухой текст. Важно использовать множество скриншотов. Можно показать картинку человека, который взялся за голову в недоумении. Это дает эмоциональный посыл к твоим покупателям, у которых такое же настроение. Это создает креатив. Инфографика же предлагает материал, который легче читать и понимать. Согласно анализу Forbes, статьи с картинками на 94% больше просматриваются, чем без них. Совет номер пять. Поэтому твой контент должен дать ответы на вопросы, чтобы не потерять клиента. Экспертное ли это мнение? Правильно ли их ответы? Или вообще бросить это читать? Вот что потенциальный покупатель думает, когда просматривают твой контент. Ты должен подумать о вопросах, которые могут быть заданы. Это сложно объяснить неопытному специалисту, поэтому копирайтер должен быть хорошо осведомлен и знать тему. Таким образом, ты заранее сможешь избежать многих вопросов. Рассказы нашего поколения – это достижение тех, кто фокусируется на основах – ручка, бумага и клавиатура. Пятым вопросом я хотел бы с вами обсудить внешние ссылки. Вы знаете, даже если вы создадите самый лучший контент в мире, действительно с классной полезной информацией, но если вы не сообщите о существовании вашего контента, он не будет транжироваться, он не даст никаких результатов. И с внешними ссылками в русскоязычном сегменте полная беда. Ну и в англоязычном тоже хватает черных методов продвижения, которые до сих пор пытаются продвинуться, на что-то надеются. Оно даже в краткосрочной перспективе уже не дает результат, особенно компании, которые предлагают какие-то PBN, какие-то накрутки поведенческих факторов. Я вам скажу, это не работает. Это сегодня не дает результаты. Меня сейчас расхвачусь! К примеру, мы когда написали статью на блоге Девакам, мы показали разницу о том, как спрашивают по поводу внешних ссылок в русскоязычном и в англоязычном сегменте. В англоязычном сегменте в 6 раз чаще спрашивается link building, чем buy links, то есть создание ссылок, чем покупка ссылок. В русскоязычном кардинально наоборот. В 6 раз больше как раз спрашивается именно покупка ссылок, чем создание ссылок. И это действительно так. Практически каждый клиент, который приходит в нашу компанию, спрашивает, а где вы покупаете ссылки? На какими биржами вы пользуетесь? Делаете ли вы краудмаркетинг? Но это все черные методы. Это то, что сегодня уже не работает. То, где поисковик максимально закручивает гайки. Если где-то и есть какие-то результаты после создания ссылок, а вы подумаете, а может это не из-за ссылок? Возможно, это какой-то другой алгоритм ранжирования. Это может быть классный контент, который сработал. Это может быть бренд. Это множество других инструментов, алгоритмов, которые выдали сайт. Но это не обязательно внешние ссылки. Поэтому многие SEO-специалисты, они таким образом и показывают. Вы посмотрите, у вашего конкурента множество ссылок. Это PBN и тому прочее. Это то, что сработает. На самом-то деле, это просто какой-то другой алгоритм, который помог продвинуть сайт непосредственно именно в топ-10. Мое предложение вам. Посмотрите, вот мы продвинули, к примеру, статью продвижения сайта в топ-10 за месяц. Мы создали внешние ссылки. Мы не создали много, мы не создали тысячи, не создали сотни. Мы создали то количество ссылок, которые смогли. То есть, это около 10 ссылок. Я вам скажу, сегодня самое важное, это не количество, а качество. Какие ссылки вы создаете. То есть, создайте парочку ссылок. Создайте одну, две, три. То есть, какое-то небольшое количество, но которые вы можете создать действительно качественные. Молодец! А потом уже смотрите результаты. Насколько проранжировался ваш сайт, какие вы заняли позиции. Если у вашего конкурента 100 тысяч ссылок, это не означает, что вам надо их создавать. Множество сайтов были продвинуты еще давно. Множество страниц было продвинуто давно. Они продвигались старыми алгоритмами, которые сегодня не работают. И вполне возможно, что множество из этих ссылок, они просто игнорируются поисковиком. Google в свое время, до 2016 года, он наказывал жестоко сайты за накрутку ссылочного ранжирования. Сегодня он практически игнорирует. Действительно, наказание осталось, но это уже не так, как раньше. Раньше он просто убирал сайт выдачи, накладывал фильтр. Выйти можно было из него, то есть, это добавить файл дисового. Сегодня механизм точно такой же. Единственное, что Google перестал автоматически наказывать. Это в основном проходит ручное наказание. То есть, это какие-то специалисты, которые заходят, действительно проверяют накрученные фильтры, ссылки. И непосредственно уже идет наказание. Не создавайте такие ссылки. Не надо вам огромное количество ссылок. Посмотрите внимательно топ-10. По-любому там будет каких-то пару сайтов, которые не имеют множество ссылок. Но они какие-то качественные, хорошие. Поэтому обращайте внимание непосредственно сюда. Каким образом необходимо создавать сегодня ссылки? К примеру, гостевой постинг. Только не MirrorLinks. Только не какие-то другие площадки. Это черное SEO. Потому что многие, которые идут на MirrorLinks, они каким образом? Они непосредственно пишут какой-то дешевый контент с какой-то ссылкой. И это все размещается ради ссылки. Если владелец площадки размещает этот контент и понимает, что он никакого качества не принесет, кроме того, что он заработает за эту покупку ссылок, он не создает внутренние ссылки на этот контент. Соответственно, какой бы ни был бы трастовый сайт, если на него не ссылаются другие внутренние страницы, он не принесет вам никакого веса, никакого результата. Это печально. Поисковик много раз, в том числе Джон Мюллер в своих трансляциях говорил, не играет роли, где размещена ссылка. То есть, это авторитет сайта, для них значения не имеет. Самое важное, качество непосредственно именно этой страницы. То есть, если есть внутренние ссылки, если есть внешние ссылки на этот контент, тогда непосредственно он получает вес. Тогда он не передает вес вам. Если это хоть какой-то корреспондент, лента.ру или BBC, CNN, но это какая-то мертвая страница, на которую не ссылаются другие страницы, веса вы не получаете. То есть, так и происходит сегодня на Миролинкс. Многие сливают деньги, владельцы площадок не хотят ссылаться другими страницами на этот контент, потому что понимают, что он никакой пользы не принесет. Соответственно, он веса не передает. При этом, поисковики хорошо знают про эти биржи ссылок, они известные, они сами заходят. Вы можете зайти, выкачать базу сайтов. То же самое может сделать поисковик, зайти, выкачать эту базу сайтов и проверить, какие сайты пытаются манипулировать выдачей. Он их наказывает. Какой гостевой постинг работает? Это когда вы проводите Outreach, то есть, непосредственно пишите email какой-то классной площадке, какому-то блогеру. И сообщаете, вы знаете, я могу вам написать какую-то классную статью. Мы так и сделали. Мы написали классную статью Divaki, SeoNews, Serpstat, множество сайтов. У нас там больше 300 сайтов, которые мы уже написали классные статьи. Это было прямое взаимодействие непосредственно с владельцем площадок. Те деньги, которые мы могли бы заплатить в бирже ссылок за размещение ссылки, мы направили на создание контента. То есть, мы контактировали с копирайтерами, расписали им тематику, какую интересна статья будет площадке. Копирайтер создавал, наш редактор это все перепроверял. Дизайнер подрисовал какие-то картинки, которые мы добавляли в этот контент и передавали непосредственно площадке. Это вам не это. То есть, если площадка говорила, давала какие-то свои корректировки, мы повторно давали этот процесс. Это действительно трудоемкий процесс. Но он работает. Он действительно работает. И ссылки, которые получаются благодаря гостевому постингу напрямую, это намного лучше ссылки, чем вы купите на том же MirrorLinks или GoGetLinks или множество других площадок. Потому что там, возможно, не будет такие релевантные ссылки, как взаимодействие напрямую. Для создания таких ссылок необходимо непосредственно проводить какой-то грамотный аутрич. К примеру, HRF рекомендует, если вы продвигаете свой блог, как делаем мы, лучше всего изначально написать одну статью для вашего сайта и 10 статей для каких-то других сайтов. Потому что если блог не раскрученный, про него никто не знает, на него не ведут внешние ссылки, лучше сделать бренд. То есть, создать какое-то известное своему блогу. То есть, ссылаться гостевыми постами. Чем больше вы получаете известность, тем меньше вам необходимо думать про линкбилдинг. Потому что, когда про блог знают, какой-то полезный контент создается, на него начинают ссылаться просто так. То есть, не надо никакие оплаты. То есть, если вы написали какой-то классный кейс стадии или какое-то исследование. Это действительно интересная информация. Другие блогеры, зная про ваш блог, они начинают делиться. Но если не знают, надо начинать с малого. То есть, пишите изначально для себя мало, для других много. Потом выравниваете это соотношение и множество, я вам скажу, раскрученных сайтов, они вообще не используют гостевой постинг. Почему? Потому что про них уже знают. Это известный контент, это известный сайт. То есть, они больше сосредотачивают внимание на создании своего контента. Другие методы внешних ссылок. К примеру, вы можете сообщить. То есть, если написали какой-то классный кейс стадии, какое-то исследование. Попросите других блогеров оценить. То есть, спросите, интересна ли ему эта информация. И это необходимо писать непосредственно блогеру. То есть, проводить аутрич, спросить его мнение. Вот мы так делаем своими ICO-тулами. Мы пишем другим блогерам, спрашиваем, интересно ли будет ему пользоваться этими тулами. И возможно ли он поделится со своей аудиторией. То есть, это то, что действительно работает. Ура! Заработало! Таким образом, не создашь множество ссылок. Создашь мало ссылок. Поэтому, когда клиенты обращаются в ICO-компании, они, как правило, спрашивают. А сколько вы мне ссылок создадите за первый месяц? За второй месяц? То есть, они смотрят на количество. Это они сами провоцируют SEO-шника создавать какие-то некачественные ссылки. Но подумайте про то, что он может создать огромное количество, но это будет какой-то неполезный материал. Это ничего вам не даст. Попросите его создать качественные ссылки. То есть, провести какой-то аутрич. Какие методы вы будете использовать? Спросите непосредственно SEO-шника, чтобы понимать, что будет ссылаться на ваш сайт. Пусть он создаст мало ссылок. Действительно, каких-то там, не знаю, 5-10 ссылок. Это может быть огромный бюджет, потому что это время. Это надо написать другим площадкам, это надо согласовать, какой вид контента, каким образом мы будем это распространять. Если этот контент на вашем сайте, к примеру, некоторым нашим клиентам мы даже создаем контент, хотя это не наша основная деятельность. Мы видим, что контента классного нету, но при этом мы видим хороший бюджет, мы непосредственно начинаем подключаться. Мы помогаем создавать контент, потом его уже помогаем продвигать. То есть, оценивайте вот эту работу. Это действительно важно сегодня именно для получения результатов, продвижения сайтов. Шестым вопросом мы обсудим с вами, какие еще виды рекламы необходимо применять. Я вам скажу, это большая утопия, думать, что придется ошник, который создаст вам классные внешние ссылки, поможет в создании классного контента. И больше не надо ничего делать. На самом-то деле, необходимо тестировать и другие виды рекламы. Крупные компании, большие компании, они никогда не зацикливаются только на один вид рекламы. То есть, они делают социалки, как и может быть Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте. То есть, те социалки, которые потенциально могут дать результаты. Не стоит зацикливаться прямо на все социалки. То есть, необходимо подумать, где ваша аудитория. К примеру, мы делаем рекламу в Facebook, но мы игнорируем Instagram, потому что там нашей аудитории нет. Другой компании, которая продает там женские платья, к примеру, или какие-то там фэйшн фотки. То есть, им необходимо наоборот, идти в Instagram, получать результаты там. Если у вас какой-то строгий бизнес, возможно, это LinkedIn, если даже для России он запрещен, то вы продвигаетесь в какие-то другие страны, западные страны, то там эта площадка действительно, она очень важная. И там качество лидов, хотя там в 6-8 раз дороже платная реклама, чем другие площадки, но качество этого лида, то есть, этого, сколько вы зарабатываете на нем денег, намного выше. Поэтому многие именно используют этот вид рекламы. Почему нет? Дешевые лиды, к примеру, можно получить в Pinterest. Там действительно качественный лид, но при этом цена даже дешевле, чем в том же Facebook и Instagram. Почему? Это потому, что многие игнорируют этот вид рекламы. А он действительно недорогой, а дает действительно классных, качественных лидов. Поэтому лучше всего выберите те социалки, где, возможно, есть ваша аудитория. Не надо выбирать все, выберите именно те, где действительно вы можете получить аудиторию и пробуйте этот вид рекламы. Не надо думать, что только SEO поможет. Социальный фактор – это действительно важный фактор. И поисковик даже подчеркивал его, что необходимо уделять внимание тоже социальному фактору. То есть, необходимо сообщить в вашем контенте, каким образом мы его проводим. К примеру, в Facebook мы рекламируем наши статьи. То есть, мы написали какой-то гайд интересный новый или сняли новое видео. Мы делаем платную рекламу на Facebook. Мы не делаем в Facebook рекламу на коммерческие страницы сайта, потому что аудитория Facebook, она не будет покупать товары, им неинтересно. Но аудитория Facebook, она будет читать статьи, она будет читать какой-то полезный материал, переходить на наш сайт. И это помогает продвигать бренд, это помогает продвигать сайт, то есть, сообщить о нашем контенте. Таким образом, можете пользоваться с другими непосредственно социалками. Вот, к примеру, я думаю, вы часто видели в ленте, там, на том же Facebook, о том, что кто-то предлагает свой вебинар. Почему вебинар? Потому что аудитория Facebook, она не покупает. Она не будет покупать товары. Те, кто запускает платную рекламу, они проваливаются, потому что эта реклама не работает, она не продает. Но, проводя какие-то вебинары, вы можете поменять настроение людей. То есть, человек переходит на вебинар, он начинает его смотреть. К примеру, этот прием использует на L-Petal. Он полчаса сообщает о какой-то полезной информации, интересной информации, подогревает интерес. И через 30 минут начинает уже продавать свой товар, говорить, вы можете заказать либо консультацию, либо какую-то другую интересную информацию. То есть, это то, что работает. Не зацикливайтесь только в одном месте. Второй вид рекламы, это форумы. Будьте активными на форумах. Не надо брать 100 форумов, 1000 форумов. Найдите парочку форумов, где действительно ваша аудитория. К примеру, для нас это Search Engines. Если говорить про англоязычный сегмент, это многие на Reddit сидят, на Quory сидят, на каких-нибудь других форумах. То есть, найдите форумы, где действительно сильная ваша аудитория. И пообщайтесь с ней, ведите активную переписку. Не пытайтесь везде вставить ссылку. Это не работает. Модераторы это будут блокировать. Просто общайтесь, помогайте людям, отвечайте на вопросы. Люди это ценят. Это помогает продвигать бренд. То есть, сообщайте информацию бесплатно. И не надо обязательно только делать ссылки. Остановитесь! Да, потому что упоминание поисковик тоже изучает, как часто упоминается ваш бренд. И множество участников форумов, когда им помогает бесплатно, они думают, о, это действительно хорошие ребята. Лучше я их порекомендую, да, когда будет действительно какая-то возможность, кто-то спросит. Это работает. Когда многие блогеры, они уделяют внимание действительно социальному фактору, форумам, активно участвуют в этой жизни. И это помогает действительно в продвижении сайтов. Потому что, если вы зациклитесь только на контенте, внешних ссылок, на создании бренда, и будете игнорировать какие-то другие каналы, я вам скажу, это не работает. Это действительно сегодня не даст результатов. Другие виды рекламы, к примеру, это YouTube, да, вот мы вот снимаем видео, потому что здесь тоже огромная наша аудитория, которая смотрит видео. И мы, на самом-то деле, таким образом, также продвигаем наш сайт, потому что люди смотрят наши видео, они интересуются нашим контентом, они переходят в наш блог, они вводят название нашей компании. И это также помогает продвигать сайт. Подумайте, где ваша аудитория, где вам необходимо создавать классный контент и завоевывать эту аудиторию и их внимание. Потому что, один канал не работает, множество каналов работает. Каким образом необходимо нащупать, что работает, а что нет? Проводите IB-тестинг. Да, необходимо будет потратить какой-то бюджет, потерять какие-то деньги. Допустим, там 200-300 долларов, вложили в Facebook, не работает, посмотрите, что работает и как. Вложили в Pinterest, посмотрите, что сработало, что нет, получили ли вы результаты. Для этого, ваш контент, то есть, который вы будете размещать на этих площадках, ставьте в этой метке и смотрите, какие вы получили результаты. И потенциальный трафик. То есть, анализируйте. Никто не знает, что действительно работает до конца, пока это не проверить, потому что множество рекомендаций, что работает, мы не знаем. Но, никогда не заостряйте внимание, только на один метод продвижения. Седьмым вопросом, я хотел с вами обсудить еще раз контент. Да, мы уже поднимали этот вопрос, только я хочу показать его немного под другим углом. Какой сегодня должен быть контент? Контент должен быть уникальный, так же само, как и ваш товар. Если вы не создали ничего нового, просто скопировали ваших конкурентов, вы провалитесь. Я вам скажу, огромная ошибка тех, которые говорят, я хочу точно такой же сайт. То есть, они обращаются к программистам, кидают сайт, и говорят, сделайте мне точно такое. То есть, они не говорят, какой необходим им контент. Скопируйте у них, потому что они много зарабатывают, и так же хочу много зарабатывать. Но я вам скажу, программисты, наверное, любят этих клиентов, они понимают, ага, такое хотите, мы вам будем такое же создавать. То есть, они создают какую-то ерунду, которая не работает, может там действительно, если даже и работает, но потом, при попытке продвижения, всегда идет провал. То есть, продвинуть такое невозможно. Почему? Потому что оно уже есть. Это не уникальный продукт. Если вы не создали ничего нового, уникального, никто не будет покупать ваш товар. Вы просто скопировали, ничего нового нет. Потому что этот сайт, как правило, показывается на какие-то успешные сайты, он уже ранжируется, он уже дает результаты, про него знают. А вы просто скопировали, да, это как копия iPhone, копия какого-то другого мобильного телефона, то есть, или копия там известных брендов, Adidas, Nike, какие-то кроссовки копия, то есть, они некачественные. Так же само будет ваш сайт. Чтобы создать действительно уникальный продукт, необходимо много учиться. То есть, как мы делаем, да, вот я рассказывал уже, что мы глубоко изучаем SEO. Второй момент, это мы проходим действительно много практики, то есть, мы работаем с нашими клиентами, мы увидим их проблемы, ошибки, мы применяем методы, разные методы, смотрим, что работает, что нет, отсекаем то, что не работает, пытаемся внедрять более эффективные методы. И я вам скажу, вот эта золотая комбинация теории и практики дает вам интересные идеи, когда вы постоянно находите в какой-то, в каком-то одном направлении, вы видите, что действительно интересно сегодня, комбинируете эту теорию и практику, и вы увидите какие-то определенные элементы, которых сегодня нет на рынке. Мы так же само создаем SEO-тулы. Мы не пытаемся конкурировать с ERP-статом, HRF, с SEMRush, то есть, создавать какие-то огромные SEO-тулы, потому что эти компании обладают огромными возможностями, у них большой опыт в этой сфере. Мы хотим такие тулы, конечно, хотим, но зачем с ними конкурировать, это нереально, они уже создали эти SEO-тулы. Мы выбрали какие-то свои направления, мы создали те тулы, которые мы действительно можем создать, они уникальные, они дополняют, они помогают в продвижении сайтов непосредственно, и выкладываем, делимся этой информацией с другими. То есть, подумайте тоже, под каким другим углом вы можете продать ваши товары, вы увидите какие-то проблемы есть в товарах конкурентов. То есть, что необходимо сделать? Первично посмотрите товар конкурента, найдите у него сильные стороны. То есть, сильные стороны, да, возможно, стоит их повторить. Найдите слабые стороны. О, слабая сторона, это ваша сильная сторона. То есть, сделайте ее лучше, скомбинируйте все эти данные и создайте что-то новое, уникальное, то, чего нету. Я согласен. Это то, что действительно сегодня работает, а не просто банально копировать конкурентов их и хотеть зарабатывать такие же деньги, как они. Поверьте, они много лет на это потратили. Времени, знаний, много подводных камней прошли. Просто скопировать сегодня не работает. Уникальный новый продукт, это действительно работает. И, чтобы его создать, необходимо быть экспертом в вашей сфере. Поэтому много учитесь, много практикуйтесь и находите какие-то классные идеи. И восьмым пунктом, как я вам и обещал в начале этого видео, я хочу поделиться интересной дискуссией, действительно классной дискуссией супер-SEO специалистов, которые съели собаку уже в продвижении сайтов, которые делятся современными методами продвижения сайтов. Множество моментов интересных, они подчеркнут для вас заново. Я думаю, каждый должен увидеть эту дискуссию. Я когда ее смотрел, я просто открыл рот и слушал внимательно каждое слово, которое не скажет, потому что это действительно была полезная, интересная информация, которая помогает сегодня в продвижении сайтов. Ну что ж, смотрим. Давайте посмотрим. Начнем с вопроса, который вы слышали миллион раз. Но он до сих пор очень релевантен в 2019 году. Влияет ли социальные медиа на SEO? Я бы хотела начать с тебя, Джейсон. Мое мнение, социальный фактор оказывает непрямое влияние на SEO-позиции. Прямого влияния на ранжирование он не имеет. Еще в 2010 году Мэтт Катт сказал, что Google откатил этот фактор с позиции основного влияния. И в будущем нельзя будет полагаться на это в качестве прямого ранжирования. давайте посмотрим, как работает Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Эти социалки имеют ограничения от Google и не хотят делиться внутренней информацией. Поэтому Google не может полагаться на корректность доступных данных и использовать их как алгоритм ранжирования, который они присвоят в будущем. Тем не менее, непрямое влияние есть, когда социальная активность создает ссылки. Эти ссылки и оказывают непрямое ранжирование. Я бы смотрел на это более широко с точки зрения продвижения бренда. Как создать репутацию бренда? Каким образом выстроить бренд для увеличения позиций в SEO? Это очевидно. Если социальная активность бренда высока, Google понимает, что ты правдоподобный и ценишься своей аудиторией. Это поднимает авторитет бренда. Если мы хотим усилить авторитетность бренда, нужно презентовать полезные ответы аудитории бренда в социалках. Я думаю, это интересно, особенно учитывая, что вы потратили годы на построение собственного бренда. Мия, что бы ты хотела применить из того, того, что Джейсон только что нам поведал в построении авторитета своего бренда. Какую это играет роль в построении твоей SEO-стратегии? Джейсон правдоподобный Это не прямое влияние. Все это приводит к социальному доказательству, где социалки обеспечивают эту атмосферу. Когда ты видишь контент от авторитетных людей, мне особенно нравится наблюдать за микровлиянием людей, которые неизвестны в широких кругах, но имеют большое влияние в определенной нише и преданную и вовлеченную аудиторию. И если такая аудитория делится вашим контентом, показывает его своим друзьям, создает ссылки на ваш блог или другой контент, это интересная комбинация влияет на результаты. Есть и негативная сторона влияния авторитетных людей, но с твоей точки зрения здесь много преимуществ. Если вы способны построить персональный бренд, который имеет активную аудиторию, помогающую распространить информацию о бренде из уст в уста, это помогает маркетингу. Дэвид, ты много писал об этом в своих книгах и блоге. Скажи, пожалуйста, свое мнение о перспективе этой темы. Начну с того, что Джейсон и Мия абсолютно правы. Джейсон упомянул Мэтта Катса, который сообщил, что социалки не являются алгоритмом юранжирования в Гугле. Я думаю, что вопрос зависит от перспективы. Если люди спрашивают, влияет ли социалки на SEO-продвижение, они хотят получить короткий, четкий ответ. В данной ситуации это неправильная формулировка вопроса. Лучше спросить, что помогает сайт аранжироваться, что помогает бренду продвигаться в поиске. Google требует от сайта обладать квалификацией, авторитетом и доверием. Откуда это все идет? Зачастую оттуда, где люди обычно показывают это проявление, используя, очевидно, информацию и данные. Это зависит от собственного восприятия, как авторитет и доверие относятся к ценности бренда. Все это касается узнаваемости бренда. Такие социологические элементы играют основную роль, и Google распознает микровлияние такого рода. Даже принятие решения о покупке товара зависит от персонального или культурного контекста, который выявляет потребность приобретения. Эти психологические факторы требуют соответствующих обстоятельств, которые приходят совместно в определенный момент. Социальные сигналы, как гравитация, это спрятанное поле, которое мы не ощущаем. Оно очень слабое. Но гравитация держит нас на Земле. То же самое с социалками. Это основной ключ, сигнал, определяющий взаимоотношения между компанией, брендом и аудиторией. И так, что важнее, поисковые системы или социалки? Или это стратегическая комбинация, и они должны работать вместе? Вы не должны спрашивать, что более важно. К примеру, что вы хотите, быструю дорогу или быструю машину? Ответ, вам нужна классная машина на классной дороге. Только тогда вы сможете ехать действительно быстро. По существу, если у вас сильный, стратегический, постоянный, хорошо работающий социальный сигнал, который исходит из ценностей вашего бренда, это все пересекается с вашей аудиторией, влияет на него, передает нужные сообщения, связывает и вовлекает продажи. Все это указывает на квалификацию и доверие, отражая способ коммуникации с вашей аудиторией с помощью вашего сайта. К примеру, когда я ищу что-либо, и вижу два варианта. Первое, о чем я думаю, а знаю ли я что-то об этом бренде? Мой выбор упадет на более известный сайт, поэтому Гугл и показывает сайты, на которые люди переходят, потому что им доверяют. Хочу добавить, что продвигать сайт надо разносторонними методами рекламы. К примеру, я делаю SEO, потом расширился на социалке, потом разместил в Гугл платную рекламу, потом в Фейсбуке, далее во всех других возможных каналах рекламы. Если вы будете использовать только один вид рекламы, это не будет работать. Вам нужно убеждать людей перейти на вашу ссылку из разных источников, и быть вторым не обязательно плохо. Важнее распознавание вашего бренда и то, о чем Дэвид сказал только что. Действительно, социальные сигналы это слабый алгоритм ранжирования, потому что Гугл сканирует все эти ссылки с социалок и понимает, что здесь есть определенный смысл. Но как обработать правильно эти данные? Только представьте, Фейсбук публикует 3 миллиона постов в минуту. Это феноменально огромная цифра. Поэтому многогранность продвижения, как сказал Дэвид, это постоянный и последовательный сигнал. В действительности он очень слабый, но он становится сильным в условиях массовости для Гугла и 20 других поисковиков. Я думаю, ключевая фраза здесь правильный баланс во всем. Если вы имеете социальные сигналы каждые 2 секунды, это большой плюс. Но это не гарантирует получение достаточного внимания, потому что среда переполнена информацией. Но поисковик это не единственный источник информации. В социалке это тоже в своем роде поисковики. К примеру, если я хочу научиться делать что-то, я использую Пинтерест. Там же могу искать необходимую информацию. Дети смотрят в Пинтересте разные интересные рецепты, как создавать поделки. Прикрепить ссылку к такому контенту будет правильно. Но это не означает, что больше нигде не нужно размещать рекламу. Ведь если Пинтерест не будет для меня актуален, я вернусь в Гугл. Нужен баланс. Вы можете выиграть там в продвижении, а можете и проиграть. Проигрыш это развлекательная действенная вещь для анализа итогового успеха. Я добавлю, что балансы и эксперименты должны быть постоянно. Нет единой формулы, которой можно слепо следовать. Мы до сих пор ищем ту самую формулу, которая выходит за границы. Если каждый бренд не будет уникальным, тогда нет причин для его существования. В такой ситуации вы будете бороться за поиск своего голоса в шуме конкретной борьбы. Вы говорили о силе социальных сигналов, и я думаю, это передается из одних рук в другие, как идентификация вашего бренда. Но если я буду слышать то, что вы сказали сквозь призму вашего покупателя, а каждый сегодня ищет ценность для себя, это уже будет немного другое. Вы согласитесь с этим? Абсолютно. Но у каждого бренда должен присутствовать резонанс, либо сам по себе, либо резонанс с аудиторией. И это основа. Если это не так, значит бренд не собирается существовать продолжительное время. Это правило действует, как сегодня, так будет работать и в будущем. Бренды, которые становятся частью жизни людей, становятся ценными для них в первую очередь благодаря резонансу и общению с аудиторией. Это подход, который имеет перспективу. Мия, как должны действовать те, кто хочет создать собственный бренд, вне зависимости от того, самостоятельно или с участием команды? Расскажи, что взято у тебя за основу как основополагающая твоего успеха на протяжении многих лет. Что вы действительно видели как основной дифференцией over the years? Ой, я как раз рассказывала об этом двум женщинам из своего города в интересном тренинге. Чтобы их проект был по-настоящему интересным, я посоветую им создать собственный бренд, который соответствовал бы этим запросам. Они не являются участниками моей команды, мы просто общаемся, но мы сходимся во взглядах. Многие даже не задумываются, что имея собственный бренд, нужно сохранять баланс и иметь резонанс аудитории во всех социальных сетях. Люди выбирают те медиа, где информация о бренде стреляет и перестают работать с другими социальными сетями. Мне понравился ваш предыдущий разговор Джозефом Сиех, Майком Альтон и Стефаном Атли. Я собираюсь также подбирать людей и наблюдать за их успехом в будущем. Перед разговором с вами я погружалась в суть данной темы и послушала интервью с этими специалистами. Они рассказали много интересной информации о создании контента. Ваша работа соответствует этим запросам, и мне приятно наблюдать за тем, как вы работаете с контентом. Да, конечно. Я подумала, что слова, которые следует использовать в своих твитах и постах, должны быть последовательными и согласованными. Извините, я немного волнуюсь. На самом деле, приемы, которые вы используете, делая одно и то же ежедневно, могут показаться скучными. Да, может показаться скучным делать одно и то же изо дня в день, но это то, что закрепляет, цементирует название бренда и доносит наши цели до умов нашей аудитории. Я думаю, это отличный вопрос к Джейсуну. Учитывая, каких результатов добился ваш бренд, как вы используете социальные сети для повышения и результативности своей работы? Да, я долго изучал эту тематику. Пять лет назад я решил погуглить информацию о своем бренде и о конкурентах. Тогда я понял, что мне не хватало социальных сетей для завершения строительства собственного бренда, и именно SMM стал моим последним кирпичиком. Когда я понял, как это работает, первым делом я сделал свое имя благодаря Твиттер. Сегодня, если вы введете в поисковой строке мое имя, Google выдаст в первой строке, что мы находимся в прямом эфире. Я считаю, это действительно большим достижением, когда поисковик предоставляет пользователям актуальную и важную информацию обо мне, как о бренде. Я считаю, что это действительно здорово. До этого я наблюдал, что мой бренд развивается медленно, пока не начал пользоваться Твиттер для продвижения. Раньше эту социальную сеть я использовал для общения с сестрой, а сегодня она позволяет мне показывать себя широкой аудиторией. Для того, чтобы получить успех в этом и иметь постоянные кейсы, мне понадобилось полгода ежедневного общения с разносторонними людьми и SEO-сообщества, такими, как Дэвид. А теперь я руководитель сразу в двух собственных брендах, продвижение которых получается контролировать в реальном времени. Дам совет. Если вы решили вести собственный бизнес, важно контролировать его известность в социальных медиа. Невероятно важно проверять релевантность и известность своего бренда в поисковых системах. Постоянно проверяйте, что выдает Google и другие поисковики, какую информацию они показывают о вашем бренде. Важно, чтобы в первую очередь выдавались данные о бренде, которые вы хотите донести до аудитории. Это было моей целью с самого начала. У вас должна быть обратная связь на сайте. Нужен подробный обзор вашего сайта, а также отзывы о нем. Я использую дополнительно бота в Twitter, страницу на Facebook и LinkedIn. Это мои три основных канала, которые дают мне четыре первых позиции в поисковой системе. Плюс, непосредственно мой сайт. Первая позиция принадлежит странице Википедия. Остальные семь позиций принадлежат отзывам о моем бренде. Это все, что выводит Google на первой странице поиска, если ввести название моей компании. Контроль за этим можно осуществлять при помощи социальных сетей, которые предоставляют информацию для поисковика в режиме реального времени. Я думаю, это прекрасный ответ на вопрос. Да, это хороший ответ. Интересная информация. Рекомендую также добавлять ссылки на YouTube. Это повышает качество социальных сигналов. Первым делом нужно рассказать о себе на сайте бренда. Кто владелец информации об организации, команде, над чем работает бренд и какие услуги предоставляет. После этого нужно связать в этом блоке на сайте все данные с социальными сетями. Я добавил эту информацию в Викиданные и Google автоматически воспринял эту информацию как сигнал, что это важная информация. Я размещаю информацию о бренде сначала в Викиданных на своем сайте, а после в Твиттер и других социальных сетях. Человек, который ищет меня, получает автоматические ссылки на меня в правой стороне экрана благодаря этому. А дальше, как клиенту удобнее связаться, он выбирает сам. социальные сигналы, о которых мы говорили ранее, помогут получить признание аудитории, а также повысить авторитетность бренда и уверенность в его надежности. К этому опыту необходимо стремиться. Безусловно, главным замыслом является поднятие в поиске. Если я буду в чем-то неправ или слишком груб, тогда я замолчу. Твиттер и Фейсбук дают много данных для Гугл, если поисковик считает их релевантными. Если бы я был очень большой шишкой, я не стал бы следить за профилем Твиттера, но мне приходится протаскивать информацию при помощи Фейсбук, Линкдин и так далее. Поисковик не может самостоятельно собирать всю информацию. Нужно, чтобы социальные медиа были связаны между собой. Что скажешь об этом, мне кажется, это не играет большой роли. Вы получаете внимание со стороны аудитории, но это больше похоже на слушание. Вы знаете, каким образом получены все эти ссылки? Если пользователь узнает, как вы создавали всю эту систему, он поймет, что ссылки показывают только ваше личное мнение о вашем бренде. Я считаю, что не следует ждать, когда люди сами найдут вас. Бренд будет постоянно расти, а целевой аудитории придется все так же искать его. Восприятие вашей компании пользователями может не соответствовать желаемому. ваше личное мнение или ваше голос или визуалы, и все вновь остальные люди остались wondering, что это 同じ человек. Да, если вы запутаете клиентов, которые ищут вас, они не вернутся к вам в будущем. Я, например, сложно воспринимаю информацию, если о ней нужно размышлять более двух секунд. Дэвид, ты немного рассказал о том, как построить авторитет своему бренду и какую роль играет положение в поиске ссылок, которые добавляют доверие компании. Да, вы абсолютно правы. На самом деле, доверие пользователя играет большую роль. Данная схема устраняет сомнения и неуверенность о возможных изменениях в работе компании. Как упоминает Мия, мы сталкиваемся с препятствиями и в размышлениях и тратим много энергии на когнитивные и пропускные способности. А когда что-то становится слишком сложным, мы ищем более простой путь и выпускаем это. Чтобы не усложнять, все, что делает связь с аудиторией проще, особенно если вы занимаетесь продажами, нужно использовать и резонировать. К ценности бренда относятся его идентичность и лишь потом составляющие. Если компании необходимо постоянно себя представлять, то клиенту становится непонятной информацией, которую вы хотите поделиться. Постоянно создавая представление о себе, можно делать ошибки, которые запутают аудиторию. нужно развиваться и подавать информацию в новом виде регулярно. Мне нравится, что вы говорите об одном и том же и устойчиво в своем мнении. я хочу вас перебить вместо того, чтобы слушать о такой сложной течении. хорошо. У нас есть еще один сложный вопрос от Shell B. Lee. Она спрашивает о туристическом агентстве, которое хочет использовать социальные объявления, даже если они не приносят видимой выгоды. Сначала идешь вперед по беседе, а потом врываешься в разговор, как будто это в порядке вещей. Все клиенты в первую очередь хотят получить быструю выгоду, думая, что если в социальных сетях много людей, значит объявления увидят ноги и отклик будет широким. если пользователи понимают, что мы хотим их сделать своими клиентами, то они видят в объявлениях спам, и всю информацию, которую предоставляем, пропускают мимо себя. Если вы думаете, что все пользователи воспринимают информацию одинаково, вы не правы. как сказала Мия, вы должны создать такое сообщение, которое было бы понятно будущему клиенту. Если вы хотите резонировать с аудиторией, объявления должны быть мега крутыми, стратегически продуманными и иметь такой же уровень качества, контент и услуги, которые представляет бренд. Вы должны в них сообщать о себе, а не пытаться найти выгоду. Привлекать клиентов нужно авторитетом, а не рекламными сообщениями. Кроме того, не следует забывать, что реклама по сути также является вашим контентом, поэтому создавать ее нужно подобающим образом. Сейчас я снова ворвусь в разговор. Для туристического агентства можно сделать яркие и красивые объявления, создать отличный контент, например, рекламные фото или видео. Особенно актуально сегодня видео, в которых затрагивается тема, близкая потенциальному клиенту. Пользователь включает такую рекламу и думает, блестящее это видео отлично рассказывает о бренде. Если вы собираетесь продвигаться в социальных сетях, нужно понимать, о чем говорят другие люди, что их интересует и что им важно сегодня. Если вы не хотите просто публиковать рекламу, чтобы клиент ее пропустил, то нужно не только изучать конкурентов, но и потенциальных клиентов. Также можно использовать примеры, как Google Alerts в виде хэштегов. Хэштеги весьма эффективны, если используются в социальных сетях. По ним можно найти свою аудиторию. Можно создать пользовательский контент, например, история, как я съездила в Техас, в комментариях, которым люди смогут обсудить рассказ, поговорить о городе и его достопримечательностях, ресторанах. Я вижу, как зачастую пользователи устраивают в комментариях негативные дискуссии, поэтому не предлагаю этот прием. Ты заходишь пообщаться на интересную тему, а тебя обливают грязью. Поэтому, если и создавать подобные сообщения, это только при реальной необходимости. Используя комментарии от пользователей, можно получить интересные отклики о моем бизнесе. Они позволяют судить об авторитете бренда и вызывают наибольший уровень доверия среди клиентов. Конечно, кто-то может сказать негативные вещи, но в основном пользователи рассказывают, насколько хорош бренд. Я всегда сравниваю вас со старой школой. Мы причисляемся к аудитории, которая полна профессионалов, готовых безумно уговорить. И вместо того, чтобы осторожно войти и поздороваться, сбегаем с рупором и кричим, насколько фантастически мы круты, как прекрасна наша команда и как мы помогаем клиентам. Я бы позволила делать это другим людям, но только если бы доверяла им и знала, что они будут говорить только хорошим. Если бы я мог организовать место с социальным прослушиванием мнений, я бы использовал его в SEO. Для этих целей есть здесь понять, какие вопросы слушатели задают, какие используют приемы и подход к SEO. Все вопросы, которые тут задают пользователи, можно использовать в поисковой системе Google. Это должно сработать в любом случае, ведь клиент скажет, я буду держаться за тебя теперь, Джейсон. Многие также рекомендуют использовать Foursquare для продвижения своего бренда. Это помогает связывать различные геолокации с твитами, что показывает пользователям местоположение бизнеса. Как это будет я думаю, что это скорее подходит для показа собственного местоположения, а не для бизнеса. Foursquare помогает мне показывать не свое месторасположение, а то, которое мне хочется, что позволяет рекламировать бренд. Я уже давно не использую этот прием, но думаю, что приложение Foursquare все же действенное. По сути, как и другие схожие медиа, Foursquare может считаться социальным приложением, поэтому также нужно использовать WSM-м. Но я думаю, если ты сидишь в ресторане и хочешь отметить его как свое месторасположение, было бы удобно отмечать еще и людей, которые также находятся там. Да, действительно полезный ответ. Тут назрел еще один важный вопрос. Стефани Лукас спрашивает, как вы расширяете уже существующий бренд, который обладает собственной аудиторией, в которую входят пользователи, не посвященные в делах компаний. Я думаю, можно об этом поговорить, но это плохая идея, так как нас слушает как раз непосвященная аудитория. И рассказывать, как мы их знакомим с делами, не совсем правильно, тогда они сюда не вернутся. Мне кажется, они имеют в виду, что у нее есть контакты, но нет связи с ними и просят объяснить, как с ними взаимодействовать. Это и мое предложение. Используя тот же язык общения, что и ваши клиенты, вы покажете, что общаетесь понятным для них языком. Нужно подстраиваться под обычных пользователей, чтобы они понимали, что говорят с такими же людьми, как и они сами. Придерживаться этого приема и одновременно с этим принимать точку зрения пользователей, я также это использую. Нужно разговаривать такими словами и фразами, которые хочет слышать клиент. Мы прекрасно выглядим, у нас есть отличные услуги и замечательный продукт, поэтому мы получаем должное внимание. Люди знают, что наш бренд известен и успешен, но все это может и негативно сказаться на их реакции, поэтому они отказываются работать с брендом. А если начать говорить с пользователями на их языке, они изменят точку зрения. Действительно, если мы держим марку, значит вкладываем в это много усилий, много работаем и знаем, как действовать дальше. Действуя так, мы считаем, что это и нужно аудитории, но оказывается, что мы обманываем сами себя. Нужна определенная последовательность действий, чувствовать желание клиентов, смотреть на мир их глаза. Тогда мы поймем, что они хотят от нас. Тогда и становится понятным, что именно из наших действий имеет ценность. Поэтому, если у вас есть внимание аудитории, которая готова вас выслушать, нужно резонировать с ней. Действительно, нужно иметь клиентскую базу, чтобы начать взаимодействие при помощи нее. Для этого нужно использовать подписки, информационные рассылки, оповещения и другие инструменты. Что-то работает у меня, что-то работает у вас. Найдите собственный подход и прием сбора клиентской базы. Здесь также важно иметь связь с аудиторией, понимать, что ей нужно, и, как я и говорил ранее, смотреть на мир глазами пользователей, которые хотят с нами работать. Но не следует забывать, что мы хотим донести клиенту. Мы создаем бренд, и от этого нужно отталкиваться. Раньше я подбирал пакеты инструментов индивидуально каждому клиенту, чтобы повысить заинтересованность. Мия упомянула Foursquare. Мы же используем много различных приложений для достижения данной цели. Нужно работать с приложениями, которые имеют хорошую начинку и которые притягивают пользователей. Так мы контролируем баланс сил. Если аудио это бренд, уже стоит прорваться через барьеры и пойти в эту область, слушатель хочет идти за оратором. Я применяю на практике это прямо сейчас. Я имею в виду мысль о разрушении барьеров. Мы разговариваем непосредственно сейчас с клиентами, делая это вживую, просим их комментировать. Это идеальный способ, хотя и может показаться, что он слишком прост. мы выслушиваем пользователей, отвечаем на их комментарии и это создает контент, который постоянно генерируется тут. Так мы привлекаем из аудитории постоянных клиентов. Просто нужно позволить человеку высказаться и не только говорить самому. Да, возможно, выслушивать всех может быть нервозно, но это делать не просто можно, а нужно. Извините, что перебила. Это просто. Вы можете практиковать данный прием. Давайте покажем все, что мы здесь. Посмотрим прямо в камеру. Я смотрю на вас всех, вы также делаете это. Данный прием может показаться простым, но дайте свободу людям. Сделайте в чате вечеринку. Пусть пользователи высказываются. Это полезно. Пусть почувствуют, что они часть вашего бренда. Мия, это сложно использовать как послание от бренда, как способ раскрыть его суть через общение. Но все сложность в том, что в этот переходной период из 20 века, где все было близким для души и казалось долговечным, сложно получить признание. Если раньше большая сумма, вложенная в проект, гарантировала признание, авторитет, показатель надежности, то сегодня за тот же объем действий можно получить резкую критику от аудитории и полностью нулевой отклик. Мы такие же, как и наша аудитория. Резонируя с ней, мы получим ментальный переход, который необходим сегодня, когда осталось так мало представителей этого периода. К сожалению, именно эта черта не позволяет нам развиваться быстро. Поэтому мы и говорим о SEO, о поисковых запросах, о социальных сигналах. Давайте перейдем к следующей теме, а именно обсудим искусственный интеллект и как он меняет работу поисковых систем и системы определения рейтинга в 2019 году. Что вы скажете об этом, Джейсон? Джейсон, ты хочешь это? Согласен. Информация о том, по каким факторам определяется рейтинг и как Google решает, важен ресурс или нет. Люди часто задают конкретные вопросы об обновлениях, как они работают, что изменяет в работе системы. Говорят, что эти обновления касаются тонкостей содержания или входящих ссылок, вне зависимости от того, работают они или нет. С каждым новым обновлением алгоритмы становятся все более непрозрачными, что теряет связь компании с нами. Робот обрабатывает много информации и воспринимает множество сигналов, которые незаметны обычным людям. сегодня искусственный интеллект не дает возможности понимать, что влияет на конкретное падение или рост рейтинга, как нам, так и, видимо, и работникам Google. С одной стороны, происходящее может показаться страшным, но я думаю, это дает положительный эффект в общем. Теперь, если пытаться обмануть систему или использовать Black Hat, можно значительно потерять в рейтинге. Есть определенные ярлыки, о которых говорил Дэвид. Чтобы повысить свои позиции, сегодня важно обращаться к аудитории, общаться с ней, создавая качественный контент, отвечать на задаваемые вопросы. Это все позволяет системе Google, сканируя эту информацию, использовать ее в будущем для подсказок на голосовом помощнике, выдавать в браузере на мобильном и предлагать пользователям. Система научилась оценивать контент, если он получает отклик пользователей. Это понимать невероятно важно, так как может наступить момент, когда традиционные методы продвижения, создания контента и подачи информации вернутся на передний план. Если у вас есть качественный контент, представленный в красивой форме, получающий отклик аудитории, то робот будет его предлагать другим пользователям, так как посчитает, что вы заслуживаете доверия. Робот заботится о том, чтобы информация, которую он предлагает, удовлетворяла запросу. Поэтому, если пользователю неинтересен наш контент, система не будет рекомендовать его. люди разработали эту систему целенаправленно. И не следует путать искусственный интеллект с автоматизацией. это совсем другое. ИИ идет на новый уровень и, вступив в игру, может вернуть все, что считается уже старомодным. Сегодня много различного контента, это сбивает с толку ИИ. Автоматизация процессов может привести к множеству проблем. Я сравниваю всю эту информацию с фильмом «Терминатор» и все же считаю происходящее положительным. Да, все, что ранее использовалось для автоматизации продвижения, различные программы, приводящие к быстрому успеху. Все, о чем говорил Дэвид, это все мы только что разрушили, выбросив в окно. На самом деле, важно создавать правильный бренд, который будет доносить конкретную информацию, за которым будет стоять определенная личность, бренд, который обращается напрямую к пользователю и делает это реально круто. Это все оценивает искусственный интеллект при определении поисковых позиций. Он не обязательно будет менять ситуацией на игровом поле. Я до сих пор замечаю, что происходит случай, когда для получения поисковой позиции у ресурса недостаточно данных, но он ее получает. Но все равно, то, что мы предлагаем сделать, это безусловно нужно создавать. Давайте поговорим о том, что означает плотность Мундека. Выходя за пределы своего дома, ты создаешь из себя информационный ресурс. Какую ты выбрал прическу? Одел ты солнцезащитные очки или нет? Идешь пешком с рюкзаком или садишься в автомобиль и закидываешь внутрь сумку? Одел ты часы или пользуешься только смартфоном? Это все сигналы для реального мира в режиме реального времени. Они создаются благодаря нашей физической форме, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Попадая в цифровую среду, нам приходится все создавать преднамеренно. Это основная проблема. Зачастую мы не понимаем собственные намерения. Тогда как мы можем создавать правильные сигналы в этой среде? Правильный сигнал должен генерироваться так, чтобы было ясно, кем мы являемся и чем занимаемся, что из нашей работы имеет настоящую ценность. В скором времени появится необходимость генерировать долгосрочные сигналы, которые будут понятны искусственному интеллекту. То, что алгоритмы постоянно развиваются, делает их реальными и надежными, но из-за этого получить высокие позиции в поиске становится сложнее. Семантическая плотность не дает вам определенных ярлыков, значит и подделать вы их не сможете. Это хорошо, но в краткосрочной перспективе. Давайте вернемся к вопросу от Стефани о существующем бренде, который имеет клиентскую базу, но не уделяет отдельного внимания связи с ней. Мне нравится реакция Дэвида, потому что это действительно единственный правильный путь к успеху – попасть внутрь головы аудитории, затронуть сердце каждого клиента. Но как в этом поможет автоматизация? Да, я согласен с этим. На поисковой странице выдается 10 ссылок. Если мы хотим найти быстрый и правильный ответ на наш запрос, нам нужно доверять системе, чтобы ускорить это и смотреть первую страницу поиска. Но это приводит к тому, что мы переходим на сайт, который сделан в стиле «нужно подключиться, нужно подписаться, необходимо изучить» и никакого резонанса с пользователями. К сожалению, это приходится принимать как должное. Отличный вопрос для нашей компании. Какая самая важная социальная метрика? Нас попросили высказать впечатление о посещении сайта. Не получив должного отклика, начинают говорить, что работают старики. And they say they work in senior living. So it's hit or miss Is it more of just knowing That it's an indirect impact? I just thought of something When I read that question earlier on Something I was trying to Do my podcast So I kind of ran Fiske About both empathy Which I really get up on I think that's brilliant But also about He was saying I would rather have 100 visitors to my website I think it's better to have 100 visitors, with whom I can Do not have 1000 people Just открывших and Закрывших ресурс So they just come and go away again So the So the metrics They help to determine Audible and Analyze her Her actions And, of course, they allow To find a way to With them So you can choose 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 Audible To view So you can choose household So you can choose From the social channels Let's see the work of the Social channels By helping people To find out From the social channels Cavaliers Many ways Use them повargent So you can choose To view So you can choose So you can choose Zoom And send them Or епis They have The way Such Amаз Да, действительно, люди плохо воспринимают цифры и сложные термины, поэтому важно создавать пользовательский контент, чтобы получить комментарии. Для того, чтобы сделать качественный контент, сегодня необязательно иметь за спиной дорогостоящий бренд. Все, что нужно знать, как это работает, и использовать его на практике. Вопрос этот является теоретическим, он не имеет рамок, как я и люблю. Ты сказала, что в сети все управляется по правилам математики, но есть определенная цепочка действий. Вы знаете, как работает каждая ее звено, и при помощи математических расчетов вычисляйте, как будет работать остальные ее части. Если ты знаешь 50 человек, и все они считают тебя великолепным, а у этих людей, в свою очередь, есть по три пользователя, которые ценят их, то вы получаете целый фонд будущих клиентов. Важно сохранять подобные связи. Нужно разобраться, существует ли связь в реальной жизни, или так думает только система сети. Энергия имеет огромную ценность, потому что она является ограниченным ресурсом. Поэтому не следует работать и поддерживать все связи. Нужно определиться только с самыми важными, что дает определенные отношения, как она помогает сегодня, и как поможет в будущем. Да, Джейсон, это правда. Следует сохранять связь только с теми людьми, которые имеют ценность. Не нужно резонировать с теми, кто просто зашел и вышел. Нужно придерживаться этого пути, быть последовательным и ориентироваться на размер бренда и его ресурсы, которые вы готовы выделить для данного процесса. Ничего себе! Так быстро пролетел час. Об этом можно говорить еще много времени, но у нас есть еще один важный вопрос. Приемлемые любительские видеоролики в отраслях, которые обслуживают корпоративные счета, где сделки могут быть шестизначными и выше. Это не может быть любительским стилем, но это может иметь любительский звук, цвет или, например, язык общения. Если вы делаете простенькое видео, оно все равно должно быть на уровне. Если вы на улице и дует ветер, из-за чего качество звука ужасное, то вам придется потратить деньги на качество звука, картинки и света. Можно использовать различные приемы, чтобы казаться ближе к аудитории, но выглядеть или звучать плохо в любом случае непозволительно. Любитель – это целая идея, а не выглядеть как наркоман или мусор. Это более масштабный замысел – представить себя зрителю как личность. Если ты представляешь свою точку зрения, ты должен сам придерживаться ее. Вебинары, которые мы делаем, они тоже любительские, но мы потратились на микрофон, на работу системы, на macOS, на качественный свет. Качество – это на самом деле важно. Я, например, не могу сосредоточиться, если слышу плохой звук или низкосортную картинку. Быть любителем – это быть верным себе и своей идее, а не в традиционном смысле слова. Общение, общение и еще раз общение – это важный момент, потому что если у вас нет коммуникации с аудиторией, то работать становится тяжелее. Не имея связи с пользователями, приходится работать больше. Нужно поддерживать общение, так использование инструментов становится быстрее и удобнее. Если вы общаетесь, вы подключаетесь к человеку. Если вы подключены к человеку, вы его привлекаете. Если вы привлекаете клиента, значит вы выигрываете. Если вы выигрываете, значит вы строите отношения, а они, в свою очередь, являются основой всего того, о чем мы сегодня разговаривали. Сегодня, создавая бизнес, это не сложно делать. Прочувствуя связь с тем, что ты думаешь и что говоришь, ты учишься подавать информацию через контент. Сначала это воспринимается как должное, затем становится вирусным, а потом приносит опыт, доверие к бренду, авторитет. Такой последовательный подход может показаться простым, но он важен. Нужно не просто быть собой, а понимать, что ты из себя представляешь и как это может поддерживать связь с аудиторией. Главное, это практиковать то, что ты проповедуешь другим. Если не делать так, вы быстро будете пойманы за руку и раскритикованы. Это баланс? Как только вы поймете, кто на самом деле ваши клиенты, что они ищут, что им нужно, что они ждут от вас, становится гораздо проще сделать все то, о чем мы говорили здесь сегодня. О создании подлинного бренда, обобщении на одном языке с вашей аудиторией, о персонализации и насколько она важна на этом этапе. И это удивительно, как каждый из вас внес по частичке чего-то из своего уникального пути. И теперь мы в состоянии увидеть, как взаимосвязан личный бренд, наш бизнес, а затем все, что за ним стоит. И все это в разговоре о SEO и социальных сетях. Я просто прошел через все это и собирал слова. Последовательно, убедительно, доверие, контент, кросс-канал связи, коммуникации с клиентом. Нужно применять это все в соответствии с вашим характером. Это все те вещи, о которых мы говорили сегодня. И бонусным вопросом, как я вам и обещал, я вам расскажу, как продвинули мы в топ-10 запрос SEO и продвижение сайтов. На самом-то деле все очень просто. Мы создали новый продукт. Мы создали статью, которой нигде не было. Перед этим множество раз мы писали много других статей, которые оптимизировали под эти ключи. Но они не дали никакого результата. Мы долго изучали, не могли понять, почему они не дают результата. Просматривали сайты в топ-10, сверяли их контент, наш контент. Он у нас был более полный. Информации действительно было много. Она полезная при продвижении сайтов. Но они не ранжировались так, как ранжировалась новая статья, которая попала в топ-10. Буквально за один месяц. Каким образом? Мы написали то, чего не было нигде. То есть это была полезная новая информация. Мы предложили SEO под другим углом. Это не был рерайт. Это не был сборник ценной полезной информации, которая еще где-то существует. Мы написали что-то новое, что-то свое. Мы расписали, какие алгоритмы ранжирования сегодня работают. Почему необходимо продвигать сайты. Непосредственно именно акцентировать внимание на создание не только контента в блог, а именно и SEO-тулов. Мы это все показали в нашей статье. Показали поведенческий фактор, который работает сегодня при продвижении сайтов. Какие ссылки необходимо создавать. То есть мы преподнесли информацию под другим углом. И при этом вы не найдете подобной информации сегодня в интернете. И эта статья начала ранжироваться и давать высокие результаты. Конечно же она бы не дала свои результаты без множества внешних ссылок. Ну мы не смогли создать множество ссылок, но мы создали качественные хорошие ссылки. И эти ссылки действительно дали результаты и статья ранжируется в топ-10. Наша цель конечно же мы хотим попасть еще выше, попасть в топ-3. И больше усиливать и продвигать эту статью. Я вам скажу, что конкуренты наши тоже не дремлют. Она бывает выходит в топ-10, бывает заходит опять. Потому что конкуренты также вкладываются в продвижение своих сайтов. Именно своего контента. Мы будем дальше думать как необходимо продвигать. У нас есть идея как немного оптимизировать, улучшить поведенческий фактор на этой статье. Сделать еще его выше и дополнительно создать еще множество внешних ссылок. Чтобы мы были в топе по Украине и по России и непосредственно получали результаты. Поэтому моя рекомендация вам создать что-то новое. Некоторые я вам скажу даже не читают контент конкурентов, чтобы включать на них скопировать. Подумайте каким образом вы можете создать более полезную, более интересную информацию. Какое-нибудь исследование. То чего нет нигде. И главное чтобы это было полезно. Полезной вашей аудитории. Чтобы она читала и смотрела этот контент. И понимала вот это классная информация. Вот эту я заберу. Я буду ей пользоваться. И действительно я вам скажу. Такой контент даст вам результаты. И вы сможете продвинуть свой сайт. Ну и закончим наше видео нашей традиционной викториной. В моем видео копирайтинг против рерайтинга я рассказывал свое мнение о рерайтинге. Напишите в комментариях что я сказал на тот момент. Что я думаю о рерайтинге. Тот кто первый ответит на этот вопрос заработает 10 долларов. Кто же напишет самые интересные алгоритмы ранжирования в комментариях. То есть то что действительно помогает продвигать сайт и расставит свою приоритетность. То есть там допустим первый бренд. Внешние ссылки или наоборот поменяет местами. То есть и аргументирует что это действительно самый интересный алгоритм ранжирования. Заработает еще 10 долларов. Ну а если вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Чтобы получать уведомления о новых видосах. Которые мы будем обязательно снимать для вас. И до новых встреч.